Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы поговорим о достижениях. Да, есть достижения весьма быстрые, которые мы получаем в момент прокачки, которые мы получаем попутно. Например, 10-й, 20-й и различные выше ловела. Некоторые мы получаем при прокачке персонажа другой фракции, например, двойной агент. Некоторые достижения мы получаем в момент просто-напросто выполнения различных квестлайнов и убийства прадников. Но сегодня мы поговорим о самом долгом, нудном и выматывающем достижении. Это подводный узурпатор. Оно не было бы таким долгим, если бы в нем всего лишь не было бы одного достижения. Ну, либо процесс был бы немножечко другим. Разберем абсолютно все подробно и поговорим о прекрасной награде за его выполнение. В момент того, когда я начал вспоминать абсолютно все критерии для выполнения подводного узурпатора, я обратил внимание на то, что некоторые достижения очень легки в своем выполнении и делаются как-либо попутно. То есть сидеть, рассказывать сейчас о том, что с целью выполнения достижения Назжатар вам нужно исследовать Назжатар. Я, конечно же, не буду. Я ценю ваше время. И давайте мы рассмотрим только те достижения, которые требуют к себе особого внимания. То, что при выполнении нужно делать что-то кроме квестов, кроме дейликов и кроме локалок. В принципе, если вы делаете квесты дейлики локалки, то вы сделаете многие достижения, даже не зная о них. Например, охота за головами в Назжатаре. Например, путешествие по глубинам. Например, пригоршни манажем чужин. Например, острый ум. Например, Назжатар. Например, клинки волн. Например, подводная поддержка. И, например, утонувшие надежды. Это квестлайн, сюжетная линия, раскрывается. Прекрасное достижение. Ну и остается у нас очень малое количество достижений, о которых реально стоит поговорить. И это будут те достижения, которые требуют от вас, ну, хоть какой-то активности с целью того, чтобы вы бегали, летали по Назжатару и что-то лутали. Это охота за сокровищами. Суть достижения. Собрать 20 обычных сундучков и 8 светящихся чародейских сундуков. Светящиеся чародейские сундуки требуют какого-либо определенного ивента. Например, открытие трех красных рун в ряд. Или, например, ивент какой-то запускается. То, что нужно расстреливать вспышки всякие различные. То есть, это интересно. Это игра в игре, опять же. Ну, бегаем по координатам определенным. И просто-напросто находим эти сундуки. Ничего тяжелого, но времени все равно придется затратить. Следующее достижение. Гроза головастиков. Рядом, там справа, вдали, на пепельной отмеле, находится деревня мурлоков. В этой деревне есть мурлоки враждебные, есть мурлоки дружелюбные. Нам нужно отогнать дружелюбных мурлоков в количестве 100 штук. Нам будут мешать вражеские мурлоки, но нам, героям Азерота, они не особо-то составят конкуренцию. Так что, мы просто юзаем головастиков в количестве 100 штук и выполняем достижения. Найдены статуэтки кошек. В принципе, так же, как и с сундуками. Нам нужно найти 10 итемов, 10 статуэток. Суть в том, что они разбросаны по различным пещерам. И мы летаем по этим пещерам. По итогу, мы просто лутаем этих кошечек. Они маленькие, и нужно открыть глаза в момент их поиска. Ничего тяжелого, но опять же, требуется посетить всякие места, которые обычно по дейликам, квестам, локалкам вы не посещаете. Достижение «Все ясно» имеет что-то схожее с охотой за сокровищами, но чуточку легче. Нам нужно выбить камни ясновидения с мобов. И эти камни в количестве одной штучки позволяют нам получить на себя баф, который действует 5 минут. И в тот момент, когда мы бегаем по просто-напросто земле на сжатара, перед нами может появиться центральная кнопка – экстра баттон. При нажатии экстра баттона мы уже будем выполнять критерии достижения, и нам даже не обязательно лутать этот сундук. Но лучше его залутать, быть может там лежит что-то интересное. Из-за кромов мырла. Давайте по порядку. С целью того, чтобы вообще получить доступ к редким товарам, нам нужно заиметь бентесный плащ, а именно тот, который позволяет получать доступ к особым товарам мурлоков-торговцев. Также нам нужно добиться прока багрового бурунного конька. Это маунт, который является сборным из разных реагентов. Иногда он может прокать часто в продаже, каждые 2-3 дня, иногда его может не быть целый месяц. Достижение «Назад в глубины» просто требует от нас поиска мобов на карте. А именно, хотя бы изредка нам нужно открывать нашу карту в поисках фиолетовых черепков. Этот фиолетовый черепок является сценарием «Зов из глубин». В итоге нам нужно просто 10 раз поубивать эти фиолетовые черепки. Ничего тяжелого, но опять же требуется посидеть какое-то время в Назжатаре и поубивать этих мобцов. Достижение «Подводный отряд универсальных солдат». Нам требуется выполнение трех достижений «Заслуженный боец» и прокачаны эти бойцы должны быть до 30 уровня. Я решил немножко подробнее об этом рассказать. То есть вы можете делать дейлики каждый день, и это будет давать вам по одному левелу. В итоге 30 мы умножаем на 3, это 90 дней. Но можно убивать мобов различных, можно убивать какие-либо редкие деревья. И по итогу, что мы можем сделать? Мы можем сократить это количество дней, ну там до 75, до 80. Все зависит от того, как нам будет дропать кора рифохода. Это итем, который дает по 100 боевого опыта каждому нашему бойцу, телохранителю. Кажется, вы говорили, что они редкие. Ну да, над нами просто шутят. Суть в том, что вот на текущий момент мне осталось 3 рарника убить. Всех остальных я убил как-то рандомно. Ну и что мы видим? Гибло-чешуй «Отец стаи» — это самый, наверное, редкий рарник, потому что с целью того, чтобы он появился, нам нужно убивать донную охотницу. И при ее убийстве, может быть, вылезет отец. Это шанс крайне маленький. И увидеть такой прок можно только 1 к 10. Матриарх «Зодия» — на этой платформе рисуются 3 матриарха. 3 гидры. У каждой спавн по полтора часа. И, например, 3 раза 4 подряд можно увидеть только матриарха Гратину. А «Зодию» можно кемпить целый день и вообще ее не найти. Это грустно. Вот мы и подобрались к самому долгому достижению. Цикл уничтожения. Требует от нас убийства 13 существ. Каждое существо можно убивать только раз в неделю. Из этого можно сделать вывод, что нам потребуется 13 недель, то есть 91 день. Вообще без разницы, как вы сделаете прошлые достижения, хоть за день. Но цикл уничтожения вам придется делать 13 недель. Именно из-за этого подводный узурпатор можно считать долгим достижением. Я 10 лет играю в эту игру, не помню какое-либо долгое достижение. Да даже перекачка Алдоров и Провидцев и та быстрее при условии, если у вас есть голда. То есть если у вас есть игровое золото, но это достижение вообще ничто. А тут Blizzard настолько позаботились о том, чтобы люди еженедельно заходили в игру, что придумали такое достижение. Но приятной наградой за абсолютно все это извращение является Хрустаспин Бегун. Это краб с уникальной моделью, крабиков вообще нету в игре, на которых мы можем ездить. И он бегает боком. Вот и все. Ну, это замечательно, я считаю, это мило. Удачи вам в его получении. Я уж кратко постарался обо всем рассказать, думаю, все абсолютно было прекрасно понятно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях, не забывайте про ссылочки в описании. До скорого!